Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Сейчас смотрю, думаю, по каким часам проповедовать? По моим или по тем, что у вас висят? По-вашингтонским, да? А то долго еще будет. Хорошо, братья и сестры, я рад быть у вас в гостях. На самом деле мы были все в лагерях, здесь были у вас на кемпе много раз, а сюда попали первый раз. Знаете, именно вам в церковь. Вася уже говорил, что много знакомых лиц, ваши гости тоже наши друзья, тоже рады их видеть. Знаете, я думал, что проповедовать, решил всего лишь один стих взять. Я понимаю, что нашим братьям и сестрам надо будет ехать еще не братск, у нас очень мало времени. Я думаю, что для вас тоже будет хорошо, чтобы быстрее закончим. Это один стих, я читаю, Псалом 71, 20 стих. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Всего лишь один стих, несколько слов. Я задаю вопрос, на самом деле, кто был Давид? И почему именно в этом стихе написано, кончились молитвы? Знаете, смотря на жизнь Давида, Давида, можно сказать, много чего было, кто был Давид? Давид был военачальник, был или не был? Был. И по-человечески, и был сильный военачальник. Это был такой, по сути, генерал, который завоевал много территорий, у которого была сильная армия, который выигрывал сражения. И филистимляне боялись, когда знали, что идет Давид. Почему они понимали, что это был очень умный человек? На Библии, говорит, кончились дни неба и на начальника, а кончились дни молитвы. Молитвы кончились Давида. Кем он был? Он был хорошим псалмопевцем, он был хорошим человеком, который играл на инструментах. Знаете, Виталик играет, давно играл на кемпе. То некоторые люди начали плакать, а то, как он дул на этой трубе. Я все-таки забываю, как он ее называет там. Най. И знаете, на самом деле, когда он играет, люди начинают плакать. Почему? Ну, когда играл Давид, то не просто плакали, написано, бесы уходили. Аллилуйя. Библия говорит, кончились молитвы Давида. Не музыканты одни кончились, а молитвенники кончились. И знаете, он был царем Израиля, хорошим царем Израиля. И знаете, я смотрю на это все и думаю, сегодня что важно в нашей жизни? В жизни людей того времени кто-то мечтал быть военачальником, кто-то мечтал быть президентом, царем, кто-то мечтал быть хорошим музыкантом, чтобы все смотрели на него и восхищались им. Но знаете, Давид всем этим был. Но почему он все это имел, братья и сестры? Потому что он был молитвенником. На самом деле, он был хорошим военачальником, он был хорошим царем, он был хорошим музыкантом. Благодаря чему? Потому что в жизни Давида он понимал, откуда исходит благословение. Благословение исходит от царя царей. Аллилуйя ему! И братья и сестры, на самом деле, я хотел бы задать вопрос, являюсь ли я сегодня молитвенником? На самом деле, люблю ли я молитву? На самом деле, какова молитва моя с ним? Я вспоминаю, когда я был еще неверующим человеком, здесь в Большую Церковь сейчас ходит моя мама, кстати, много лет назад, именно этого числа она получила исцеление, еще будучи неверующим человеком. Она взывала к Богу в этот день, знаете, и говорила, Господи, исцели меня. И Бог пришел и коснулся, исцелил ее. И знаете, она после того стала верующей, я еще был неверующим человеком, я смотрел, она меня все тянула в церковь. Алексей, идем в церковь, я смотрел на нее и думал, мама, ну какая церковь? Ну, ходишь в церковь, Бог тебя исцелил. Хорошо, но я идти туда не буду. Но однажды все-таки она меня уговорила, знаете, так как матеря, вы знаете, подход к детям и к мужьям тоже. И знаете, вот она подходит ко мне, говорит, Алексей, проведи меня на собрание, я боюсь там идти, через лес надо, ну, приди, проведи меня. И вот она меня уговорила, знаете, я иду, прошел через лес, приходим на молитвенное собрание. Она говорит, Алексей, ну ты только дойдешь до церкви, там заходить не будешь. Я говорю, ну хорошо, я посижу там на улице. И знаете, когда я пришел туда, на то молитвенное собрание, А она говорит, ну что, ну заходи уже. Я говорю, мам, мы же с тобой договаривались, что только до церкви. А она говорит, да не, ну что, ты будешь сидеть на улице, ну зайди уже, послушаешь. Знаете, там молодежь меня обкружила, давай заходи. Она все такие сразу добрые, ну заходи. Вот я зашел, и знаете, первое мое собрание в жизни, я его запомнил на всю жизнь. Знаете, и когда я пришел, это на самом деле молитвы на пиесняческое собрание. Знаете, две молитвы, значит, два с половиной или три часа, две молитвы. С пророчествами, с откровениями, такими короткие проповеди и сильные молитвы. Я стоял, для меня вообще было непонятно, я хотел сказать, где мои вещи, как отсюда убежать, знаете. Но тем не менее, я смотрел на это все, было непонятно, было все, что я на молитве не молился. Я смотрел по сторонам, кто что делает, как они молятся, что молятся, знаете. Но, что интересно, Бог видел мое положение, видел мое такое сердце, Он прикоснулся ко мне на той молитве. Я почувствовал просто Божье прикосновение ко мне, я почувствовал, что Божий мир и Божий покой наполнил меня, мое сердце. Я понял после этого момента, Бог просто проговорил ко мне, сын, я люблю тебя, хочу, чтобы ты служил мне. И, по сути, моя христианская жизнь начала именно с того момента, с Божьего прикосновения. Когда я почувствовал его мир, я почувствовал Божий покой. Братья и сестры, на самом деле, что важно в нашей жизни, задать себе вопрос, что важно в твоей христианской жизни, посещение и служение? неплохо. Игра на инструменте неплохо. Я скажу, даже миссионерские поездки тоже неплохо. Но знаете, если все это убрать, основное это общение с Ним. Аминь. Это молитва, когда мы можем открыть сердце Ему. Когда Он приходит, Он наполняет и говорит с нами. Я вспоминаю Исход 33 глава. Мы уже говорили об этом на подростковом кемпе. Моисею, просто Моисей идет в обетованную землю. И вот Бог приходит и говорит с Моисеем, Моисей, я не могу пойти с вами. Я не могу пойти с израильским урвом. Почему? Если я встану среди вас, я вас уничтожу в одно мгновение. За все ваши дела, за ваши поступки я не смогу уйти с вами. Но говорит, я благословлю вас. Я проведу вас в обетованную землю. Я даю вам обещание, что вы войдете в обетованную землю. Я пошлю ангела, и люди будут, именно те народы будут убегать от вас. Я буду идти, давать вам победу и буду идти с вами. И знаете, по-человечески послушаешь, ну хорошо или плохо? Ну неплохо, да? Бог дает ангела, Бог обещает, что завоюешь ты землю. Вроде бы все прекрасно. Твоя земля, пойду, разгонять народы буду. Буду с вами. Но знаете, Моисею это не понравилось. Моисею это слово не понравилось. Он сопротивляется за Бога. Говорит, Господь, если ты не пойдешь с нами, Боже, если ты не пойдешь, не ангел, если ты не пойдешь с нами, то я с этого места никуда не уйду. Я не сдвинусь с этого места. Почему? Ты нужен, чтобы ты был со мной. Да, если ты даже уничтожишь, но я хочу, чтобы ты был с нами. Братья и сестры, свидетельство Васи, что он говорил о своей жене, когда Бог ему задал вопрос. Явный вопрос. А если твоя жена умрет, будешь ли ты мне служить? Будешь ли ты меня любить? На самом деле, почему мы любим Бога? Почему мы Ему служим? За благословение, за устройство, за ограду, за защиту. Почему? Или на самом деле мы любим Его как личность? Мы любим Его как Отца, который просто наш Отец, который на самом деле пострадал, пролил свою кровь за нас, Иисус пришел и освободил нас. Я бы хотел на самом деле, чтобы мы дорожили молитвой, чтобы мы понимали, знаете, живя в этой стране, в Америке, среди всех изобилий, все, что мы имеем, знаете, мы бывает забываем просто элементарную, просто общение с Ним, просто открытую молитву, открытый разговор, просто открыть то, что внутри нас открыть Ему, что Он просто выслушал, помог, благословил, простил нас, ну просто пообщаться с Ним. Я призываюсь просто к молитве. Знаете, именно вот это слово здесь, еще раз читаю, кончились молитвы Давида, сына Исеева. Именно вся характеристика жизни Давида в нескольких словах кончились молитвы Давида, сына Исеева. Но знаете, что меня еще больше радует? Кто написал этот псалом? Соломон написал два псалма, один из псалмов именно вот этот, написал сын. Он дал характеристику своему отцу. Кончились молитвы Давида, сына Исеева. Кончились молитвы моего отца, сына Исеева. Что могут сказать о нас сегодня наши дети? Могут ли они сказать, что наши молитвы закончились? Или они могут сказать, что наш бизнес закончился? Могут сказать еще что-то другое, характеристику о нас, как о родителях? Я хотел бы на самом деле, что дети, смотря на нас, они могли это сказать. Да, мой отец умер, мать отошла в вечность, но ее молитвы закончились. Характеристика нас. В чем сила нас, как церковь это в молитвах? Я бы хотел на самом деле, что мы проверяли свое сердце. Никого-то сегодня себя говорили, Господи, каковы мои молитвы? Сегодня, сейчас при тобой. Знаете, без молитвы мы никуда не пройдем. Если бывает здесь в Америке, бывают какие-то моменты есть, но я смотрел на миссии, будет очень сложно. И когда приходят моменты, когда ты смотришь на обстановку жизни, что ничего сдвинуться нельзя. Я вспоминаю последнюю поездку в Африку. Это когда мы делали тоже подростковый байбалкалыч такой для черных детей, которые покаялись там 14-15 лет. Я вспоминаю, одна из молитв, когда у нас была просто, пришел Господь, сильная молитва, и тут начинают проявляться держимые люди. Одна девочка там начинает просто крутиться в молитвенном доме, падает на пол и начинает кувыргаться. Через время проявляется вторая, третья, четвертая, пятая. И мы просто стоим с братьями в недоумении, что происходит. Красиво одетые девочки, все нормально. Но просто начинает, просто дьявол берет их в удел и просто крутится по залу. И мы стоим со служителями, с братьями, которые приехали на этот кемп. Мы просто говорим, Господи, что мы можем сделать? Знаете, мы можем отсюда с кафедры говорить, аллилуйя, слава Богу. Но когда ты стоишь и вот просто ребенок крутится, просто бывает, она придет в себя, она прибегает к тебе, плачет в слезах и помогите мне, не знаю, что мне делать дальше. И ты стоишь и смотришь, что я могу сделать, Боже? Чем я могу ей помочь, если Господи не придешь и не поможешь? И знаете, у нас несколько раз мы уже с Америки, уже воксуем нашим братьям и сестрам сюда в Америку. Братья и сестры, помолите, здесь дети нуждаются в свободе. Дети, на самом деле, рыдают, хотят быть свободными, но не получают освобождения. И знаете, мы молились в церкви, мы молились здесь, в Америке, мы молились там, и знаете, пришел момент, просто пришла молитва, мы провели их через глубокое исповедание, и пришла Божья свобода, аллилуйя. Пришла Божья милость, но откуда она приходит от Бога? На самом деле, приходит Божий ответ, и приходит богословение. Вспоминая одну из поездок на Мексику, которая у нас была с нашей группой, уже здесь, некоторые люди уже знают, мне этот пример очень заполнился. Мы приехали как-то, это было недалеко тоже от границы, приехали к у нас, типа слам эрия такая, где просто люди выкидывают гарбич. И знаете, границы Мексики и Америки, и знаете, там люди живут просто в бумажные домики, такие вот заходят, приезжают туда, просто в бумажные домики, вот люди залазят в эти дома и там ночуют, живут там. И говорят, мы заехали туда, расставили аппаратуру, вообще, когда я заехал туда, у меня чувство было, что просто бесовщиной воняет. Настолько обстановка вся, колдовство, чародейство, проституция, настолько все сложно. И когда мы приехали туда, я смотрю, так это тяжело. И с войны наша молодая группа, там брат, помню, Олешка один вышел проповеровать, открывает Байбл, начинает читать, подул ветер, у него закладки вылетели, руки трусятся. Он же заикается, не знает, что говорить, слова теряются. И в это время смотрю, какая-то еще миссионерская группа приезжает, там другая американская, тоже начинает что-то выставлять аппаратуру, тоже проповерует. Люди собираются, кто-то смеется, кто-то смотрит на нас, что-то там рассказывает. В это время еще один одержимый человек, такой грязный, волосатый, тоже идет к нам, такой, знаете, весь подходит, подходит до наших сестер, представьте, как сестры наши стоят, он подходит к ним, так в лицо, к одной подошел, дышит. Она, обвиняя глаза, закрыла, знаете, такая боится уже, он к другой подошел. Смотрю, все наши сестры уже с закрытыми глазами так подсматривали, что происходит. Он подходит до нашего гитариста, там у нас Хусе гитарист был, хватает его за гитару, начинает бороться. Представь образец, да, такое служение, где гитару забирает, да, я сыграю. И знаете, я вообще ответственный за группу, я стою со стороны, все это наблюдаю. Проповеровать уже брать не может. Закладки улетели, у него все слова проповеди закончились. Сестры, которые хотели еще петь, уже петь не могут. Гитарист уже такой, бедняно, сам стоит, смотрит, что будет дальше. В это время, он говорит, ему, этот одержимый человек говорит нашему гитаристу, если ты не отдашь гитару, у тебя сейчас проблемы начнутся. Вот они борются за гитару, у тебя проблемы начнутся. Проходит буквально доля секунды, звонок нашему гитаристу, звонит жена. Какой-то ядовитый паук укусил его ребенка, и ребенок умирает, звонит жена. Гитарист уже отдает гитару, уже ничего не нужно. И представьте, сама обстановка, вот все, все, что мы говорим, живой всемогущий Бог, Аллилуйя, Твоя победа. И вот мы стоим, и по сути все, там другая группа, все люди уже просто стоят, смеются. И вот мы, миссионеры, приехали и говорим о живом Боге. И знаете, в это время, что делать? Знаете, по-человечески хотел сказать, знаете, что, братья и сестры, вот наши автобусы стоят, давайте быстренько через эксид, куда им можно выбежать, и бегом отсюда, потому что нас еще не побили здесь. Знаете, те с домиков, которые не вылезли, уже начинают вылазить. Почему? Шоу началось. И знаете, в этот момент просто все, что мы делаем с братьями, братьями, что делаем? Говорю, молимся. Давайте, на самом деле, молиться к тому, к которому мы веруем, к тому, который призвал нас. Говорю, поворачивайся к нашей молодежи, будем молиться, знаете, никого не надо было заставлять уже молиться. Все эти сестры, которые бедняги уже боялись, уже не понимают руки, Господи, помоги, знаете, уже исполняются Святым Духом, даже кто-то не исполнялся. Уже, Господи, яви милость и защити. И знаете, когда начали молиться, я просто увидел, насколько Бог начинает делать, когда мы на самом деле взываем, обращаясь к Нему искренне. Начинаем молиться за того удержимого человека. Просто он падает и приходит в Божье освобождение. Знаете, начинаем проповывать Божье Слово, то люди, которые стоят в мексиканце, впереди начинают просто плакать, просто рыдать. Кто-то падает на колени, поднимает руки в небо и упьют Господу. Наши братья, сестры, которые стояли, знаете, я смотрел на них, у нас там один Дима такой был, Ковалевич. Он берет, в нем такие, купил новые кроссовки, такие найковские, щузы, бреню, знаете, он такой, снимает свои кроссовки, сам плачет, подходит к мексиканцам, пробует одеть им кому-то на ногу, чтобы просто кому подойдет. У него размер такой большой еще, знаете, пробует кому-то, чтобы подошло. Я просто увидел, насколько все поменялось. Все американцы, которые поставили аппаратуру, они ее оставляют, они приходят к нам, вместе с нами попьют к Богу, молятся. Говорят, мы можем с вами молиться? Говорю, конечно, можно. И знаете, я просто увидел, насколько все поменялось. На самом деле, когда приходит живой Бог, братья и сестры, все меняется. Аллилуйя Ему. Я бы хотел, чтобы мы понимали, мы понимали, что цель нашего христианства, в чем суть нас, это вообще не с Ним. Суть это именно не с ангелами какими-то, не с Божьими благословениями, устройствами, делами. Нет, на самом деле, это Личность. Бог, Личность, который хочет, чтобы мы с Ним общались. И давайте, если в нашей жизни где-то мы теряем отношения с Ним, давайте Его искать. Давайте искать ту молитву, которую мы уже когда-то имели или где-то потеряли. Или если мы имеем, давайте дорожите дальше. Дорожите и помните, что это важно, самое важное в нашей жизни – общение с Ним, открывать Ему свое сердце. Молодежь, чтобы многих Бог крестил Духом Святым. Аминь. Хорошее чувство. И вот вы можете это сохранить навсегда, вы можете это иметь, а можете потерять. И желание нас, как родителей, сидеть здесь, чтобы вы это сохранили. Я призываю вас всех просто сейчас помолить и сказать, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты у нас есть. Аминь. Мы благодарим, что у нас есть Тот, с Которым мы можем говорить. У нас есть Тот, Коему мы можем открывать свое сердце, Который просто может нас благословлять. И мы счастливы, потому что Он с нами. Молимся.